А фермеры Туркестанской области жалуются на нехватку удобрений. Говорят, заказы оформлены, но поставок нет. Причем цены на удобрения в этом году значительно выросли. Стоимость некоторой органики подорожала в 2,5 раза. Анастасия Новикова с подробностями. Ержан Карабаев выращивает люцерну, рис и хлопок. Фермерское хозяйство еще пока держится на плавом, тогда как некоторые из его коллег уже закрылись. Все потому, что подорожало все. Комуслуги, расходы на дизель и даже цены на удобрения. Если в прошлом году фосфорные удобрения продавали по 145 тенге за килограмм, то в этом году цена выросла до 250. Но даже за такую цену фермеры не могут вовремя получить удобрения. Хотя у нас близкий область, Дюймургская область на Таразе производит, нам не хватает в свое время. Говорят, в апреле месяца не будет. Нам нужен на рис в начале апреля. А говорят, в мае нам не нужен этот камуфос. По словам Агрария, потребность фермеров в фосфорном удобрении только в Шардаринском районе около полутора тысяч тонн. А получили они лишь порядка ста тонн. По словам представителей местного управления сельского хозяйства, Аграриям выделят удобрение после того, как вступит в силу постановление Акима. Со дня на день его должны подписать в Министерстве юстиции. А вот на цены, говорят специалисты, повлиять не могут. За январь-февраль этого года подорожали практически все нужные для выращивания растений удобрения. В прошлом году Казазок подпоставлял раненочный литр по цене 73 тысячи тенге за тонну. А в этом году предлагают по цене 178 тысяч 500 тенге за тонну. Это почти в 2,5 раза выше цена, чем в прошлом году. И это все без НДС. Из-за того, что цены подскочили, возникла и еще одна проблема. Субсидий на удобрение может на всех не хватить. Бюджет закладывали в прошлом году. Тогда власти региона рассчитали, что 4 миллиарда тенге на покрытие половины расходов за удобрения хватит. Теперь нужны еще 2 миллиарда. Из областного бюджета их не дадут. Одна надежда на минсельхоз. Иначе цены на хлопчатник, рис, люцерну и другие культуры значительно вырастут. Президент в своем послании потребовал обеспечить аграриев необходимым объемом топлива по приемлемым ценам. И про весь готовность сельхозтехники, запасов семян и удобрений. Анастасия Новикова, Ирланд Виксаидов, Абзал Турабеков, Информбюро Шемкент.